День добрый, уважаемые коллеги! Меня зовут Александр Горячев, компания FreshForex. Сегодня у нас пятница, 8 августа, и мы начинаем наш вебинар, ежедневный обзор рынка. Начинаем по традиции с календаря событий. Сейчас, в текущее время, проходит пресс-конференция Банка Японии. Сегодня у нас были оглашены итоги заседания двухдневного в 7 утра по московскому времени. И вот сейчас в 10.15, уже как в 15 минут, идет пресс-конференция. Она продлится примерно еще около часа. Безусловно, очень важное событие для валютных пар с японской иены, а также для фондового рынка Японии. В 12.30 по московскому времени мы получим данные из Великобритании по балансу внешней торговли за июнь. Больше у нас сегодня, к сожалению, не ожидается публикации важной макростатистики, и мы сразу же переходим к обзору пары евро-доллар. Как и ожидалось, Марио Драги не смог удивить участников валютного рынка, а нынешняя его пресс-конференция по итогам заседания Европейского Центробанка, которая проходила вчера в 16.30 по московскому времени, во много напоминала предыдущую конференцию, которую мы видели в начале июля месяца. Тем не менее, немецкие десятилетние банды отреагировали на заявления главы монетарного регулятора резким падением доходностей. Вчера доходности снижались, сегодня они также продолжают снижаться, устанавливают минимальные значения за последние несколько лет, что является негативным фактором для единой европейской валюты. Сегодня, последний торговый день недели, будет достаточно скучно в плане публикации важной макростатистики. И вот в 10 ровно по Москве, 32 минут назад, был опубликован релиз по торговому балансу Германии. Германия – это у нас ведущая экономика европейского региона, валютного блока европейского. И, естественно, что данный релиз, он очень важен для еврозоны. На нашем сайте в разделе «Фрэш прогноз», где я веду рубрику «Фундаментальный анализ», я указал, что сейчас ожидаем снижение чистого экспорта, то есть сокращение положительного сальдо торгового баланса по немецкой экономике. И в итоге так это и случилось. Данные вышли хуже медиана прогнозов, сальдо сократилось, по сравнению с предыдущим месяцем, оно вышло хуже медиана прогнозов. Экспорт немного вырос, однако импорт вырос гораздо больше. Также вышел слабые отчеты по сальдо текущих операций. В общем, данные по-прежнему у нас негативные в еврозоне. Сегодня через буквально 13 минут в 10.45 мы получим данные по промпроизводству Франции. Но данный индикатор является менее важным, поэтому здесь трудно ожидать сильной реакции стороны участников рынка, но тем не менее определенной реакции будет, потому что данные ожидаются позитивными, согласно медиане прогнозов, прирост на 1,5% в месячном исчислении. Однако Германия показала гораздо слабый отчет в июне по промпроизводству. Также французский PMI производственного сектора показывает снижение. Он очень хороший опережающий индикатор. И здесь можно ждать выхода данных хуже медиана прогнозов, что также будет являться негативным фактором для единевропейской валюты. Сейчас мы видим некоторые укрепления пары евро-доллар, текущая отметка 1.3374. Вчера мы снижались. После итогов конференции главы СБ Марио Драги минимальное значение дня было 1.3336. Тем не менее свежие минимум недели мы не установили, вновь мы видим отскок. Это нам говорит о том, что пока что еще крупные участники рынка не готовы для продолжения сходящего треда. То есть они пока что набирают позиции. Они все прекрасно понимают, что тред нисходящий, что статистика слабая. Из еврозоны штата напротив на этой неделе показали очень хороший прирост. Особенно стоит выделить данные по АСМ в сфере услуг. Это очень сильный индикатор, поскольку сфера услуг составляет весомую часть ВВП американского. Соответственно прирост по опережающему индикатору в сфере услуг это очень позитивно для ВВП. У нас ВВП в втором квартале был очень и очень хороший. Соответственно у нас были данные за июль. Уже есть первые такие положительные моменты, что хороший ВВП будет и в третьем квартале, что крайне позитивно для американской валюты. Тем не менее пока что участники рынка институционального инвестора набирают позиции. Мы видим боковую тенденцию. Если посмотреть на 4-х часовые свечки, у нас такой диапазон. Внизу нижняя граница 1.3332, верхняя граница 1.3393. Вот мы сейчас торгуемся в этом диапазоне, чуть выше середины текущего диапазона. На мой взгляд мы еще можем увидеть движение наверх, в область верхней границы, и после чего у нас будет снижение котировок. То есть сегодня наиболее эффективно, как и вчера и в предыдущие дни, торговать по тренду, все же есть известная биржевая поговорка, за тренд из юфренд, тренд твой друг, поэтому торгуем по тренду, открываем короткие позиции, позиции на продажу, на краткосрочном росте котировок. У нас текущие уровни сопротивления по паре евро-доллар, 1.3366, 1.3417, то есть мы сейчас уже немного превысили первый уровень сопротивления, и, соответственно, на мой взгляд, наиболее разумно сегодня открывать позиции на продажу на отметках 1.3393 и 1.3417. Текущая котировка 1.3377, то есть еще немного мы можем подрасти, после чего мы увидим снижение котировок. Агрессивные трейдеры могут уже продавать от текущих уровней, текущая отметка 1.3378, и также размещать ордера на продажу 1.3393 или даже чуть выше на пару пунктов, и также 1.3417. Заходим частями, разбиваем свой торговый объем на несколько частей, и частями заходим в пару евро-доллар. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы по паре евро-доллар. А на сегодня необходим будет следующий уровень поддержки. Первая поддержка 1.3332, это нижняя граница последнего диапазона такого краткосрочного боковой тенденции, и второй уровень поддержки 1.3295. Если вопросов нет или не появится, обязательно задавайте, не стесняйтесь, и мы переходим к следующей нашей валютной паре, пара фунт-доллар. Релиз по торговому балансу сегодня опубликует и Великобритания, вот сегодня опубликовала данные Германия, слабые данные по торговому балансу сегодня, и также получаем аналогичный релиз уже из Великобритании. Стоит отметить, что в июне курс британской валюты значительно укрепился по отношению к своим основным торговым партнерам. Это в первую очередь имеется в виду еврозона, главный торговый партнер Великобритании, и второй торговый партнер по рейтингу, скажем так, это у нас Штаты. Соответственно, мы видели сильный рост в июне курса пары фунт-доллар. Пара росла вверх очень сильно, показала свежие максимумы за последние несколько лет. И также мы увидели сильное снижение кросс-курса еврофунт, то есть укрепление британской валюты против европейской валюты, то есть против своего главного торгового партнера. Естественно, укрепление курса национальной валюты является негативным фактором для чистого экспорта, потому что товары становятся менее конкурентоспособными у зарубежных партнеров. И, естественно, этот фактор будет оказывать давление на сальдо торгового баланса. У нас в Великобритании сальдо торгового баланса отрицательное, уже много месяцев наблюдается. И вот у нас сегодня медиана прогнозов показывает на небольшое сокращение отрицательного сальдо, но я все же считаю, что данные выйдут хуже медианы прогнозов, что также негативно для пары фунт-доллар, поскольку участники рынка уже получат еще больше утверждений того, что британская валюта, сильный ее курс, он негативен для экономики. Только-только мы видим более-менее хорошие темпы восстановления экономического роста, и если у нас курс будет очень высокий, это будет вызывать риски для увеличения объема ВВП. Соответственно, инвесторы тоже это понимают, и если сегодня мы видим слабый отчет, то, естественно, все будут продавать пару фунт-доллар, потому что нет смысла ее покупать. У нас текущая котировка по паре фунт-доллар 1.68 и 1.11. Вот мы сейчас консолидируемся в последние часы азиатской сессии и в начале европейской сессии, которая открылась у нас в 10 ровно по Москве. В торги вошли Франция, Германия и Швейцария, три крупных финансовых центра. Сейчас через 21 минуту подключается уже Лондон, и сессия становится более ликвидной, потому что Лондон – это главный финансовый центр всего валютного рынка Форекс, и в том числе, конечно же, по паре фунт-доллар, потому что это валюта Великобритании. Сейчас мы консолидируемся возле первого сопротивления, и, на мой взгляд, наиболее разумно смотреть за небольшим ростом котировок и открывать позиции на продажу. В паре фунт-доллар фиксировать прибыль на уровнях поддержки. Первая поддержка – 1,6790, а вторая поддержка – 1,6730. На первой поддержке часть прибыли фиксируем, и на второй поддержке фиксируем другую часть прибыли. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы по паре фунт-доллар. Как вы считаете, выход данных по торговому балансу за июнь на уровне медианы прогнозов не ниже? Могут вернуть пару к средне-возвешенным котировкам за июнь? Это приблизительно зоны 1,6940? Нет, вы знаете, Влад, если данные на уровне медианы прогнозов, то здесь мы не сможем увидеть рост, потому что для того, чтобы был рост, нужно, чтобы данные были лучше медианы прогнозов. То, что данные на уровне медианы прогнозов, скажем так, есть такое мнение на финансовых рынках, что данный прогноз уже заложен в котировке, то есть потихонечку уже перед публикацией релиза все закладываются на это. У нас медиана прогнозов умеренно позитивная, нельзя сказать, что это суперпозитивная, назовем это умеренный позитив, и, соответственно, потихонечку уже перед публикацией пара закладывается на этот отчет, что будет умеренный позитив. И, тем не менее, когда уже данные выйдут, если на уровне медианы прогнозов, резкого движения мы не увидим. Чтобы пара восстановилась, нужно, чтобы сегодня данные были позитивные, превысили медиану прогнозов. У нас медиана прогнозов минус 8,8 миллиарда за июнь. Нужно хотя бы, чтобы миллионов на 100, на 200 данные вышли лучше медиану прогнозов. Чтобы было не 8,8 миллиарда, а, допустим, 8,7 или 8,6. Чем больше будет отклонение в позитивную сторону, тем больше пара фунт-доллар может вырасти. Уважаемые коллеги, задавайте еще, пожалуйста, свои вопросы. Если вопросов нет, мы тогда перейдем в следующую нашу валютную паре. Пара доллар-японская иена у нас на очереди. В центре внимания трейдеров сегодня, безусловно, оглашение итога заседания Банка Японии по денежно-кредитной политике. Сейчас проходит пресс-конференция монетарного японского регулятора. В последние две недели мы получили целую порцию негативной макро-статистики из страны восходящего солнца. Экспорт сокращается два месяца подряд. Промпроизводство также демонстрирует слабость. Негативные тенденции есть и по уровню зарплаты. Они немного сокращаются. Безработица в последние месяцы показала тоже рост, но там, скажем так, это рост достаточно такой умеренный. Все же безработица в Японии 3,7%. В последнем релизе это очень и очень хорошо, потому что, посмотрите, допустим, на Штаты, там безработица 6,2%. Посмотрите на Еврозон, там безработица 1,5%. То есть, вроде бы, безработица выросла в последнем релизе на 0,2%. Тем не менее, это очень и очень позитивное значение. Все-таки 3,7% это достаточно низкая безработица у нас, если сравнивать ведущие экономики мировые. Поэтому все внимание, естественно, на экспорт, а также на промпроизводство, которое демонстрирует слабость. Банк Японии уже это подтвердил сегодня, что да, есть определенные трудности, однако благосрочные прогнозы по-прежнему сохраняются в силе. То есть, краткосрочные прогнозы. Банк Японии немного пересмотрел, что будет некоторая слабость по промпроизводству и экспорту. Это крайне важные отрасли экономики промпроизводства, потому что Япония, страна, ведущий промышленник, очень много товаров промышленных поставляет по всему миру. Поэтому для Японии это очень важная отрасль экономики. И поэтому долгосрочные прогнозы были сохранены пока что в силе. И на этом фоне мы видим некоторое снижение японского фондового рынка, потому что Банк Японии подтвердил эту слабость. Но здесь уже, скажем так, все было уже на поверхности, потому что трудно было с этим спорить. Конечно, бывают такие моменты, когда монетарные регуляторы выходят и заявляют, что, вы знаете, проблем нет. Как вчера, допустим, у нас вышел Европейский Центробанк, Марио Драги на пресс-конференцию заявил, что для него не стало сюрпризом, что инфляция снизилась до отметки 0,4%. Это все списали на снижение цен на нефть. То есть, нефтяные цены снижаются, и, соответственно, инфляция тоже снижается. Конечно, безусловно, это важная причина, падения инфляции. Но, тем не менее, вот сама эта подача информации, что для нас это сюрпризом не стало. Еще недавно они говорили, что инфляция сокращаться не будет, инфляция будет умея нарасти, когда инфляция была на уровне 0,7%. А теперь инфляция уже 0,4%, то есть она упала на 0,3%. И Европейский Центробанк заявляет, что для нас это сюрпризом не стало. То есть, вот такой вот парадокс. Сначала одно заявляют, потом другое. Это, на мой взгляд, все приводит к тому, что сами финансовые власти, они уже слабо понимают, как необходимо контролировать инфляцию и какие меры необходимо предпринять для того, чтобы инфляция повысилась. Потому что ставки снизили 0,15%, ставка рефинансирования в европейском регионе, ставки очень низкие, минимальные значения за всю историю. Тем не менее, вчера Европейский Центробанк заявил, что кредитование компании очень слабое. То есть, не спешат компании, юридические лица брать кредиты под такие символические ставки. То есть, ставки очень и очень низкие. Ставки, сравните, допустим, ту ставку, под которой получают кредиты российские компании, и они причем охотно берут кредиты. Здесь ставка порядка 15, около 20% в зависимости от платежеспособности компании. То в Европе, допустим, 1%, в зависимости от платежеспособности, кто-то даже, возможно, и поменьше получает, потому что ставка 0.15 – это для коммерческих банков, коммерческие банки свою маржу наценивают, и уже для компании ставка повышается, естественно, но даже, допустим, 1-1,5% – это вообще просто мизерные ставки, тем не менее, никто не спешит в очередь вставать за такими ставками низкими. Поэтому сейчас европейские власти трудно, тяжело понимать, как исправить эту ситуацию, и поэтому делают такие заявления, что вроде бы, да, инфляция снизилась, но у нас все под контролем, у нас все на бумаге, все, мы держим ситуацию под контролем, у нас этого сюрпризом не стало. Вроде бы такой парадокс, но вот, тем не менее, такие парадоксы озвучивают. Сегодня Банк Японии не пошел на такие парадоксы, он озвучил, что да, слабость есть. Данное заявление участники фондового рынка японского восприняли как негативное, естественно, продавали акции, причем распродажи наблюдаются уже по всему миру, в Штатах наблюдается коррекция по дороге. Dow Jones, S&P 500, NASDAQ, ведущие фондовые индексы, за ними тянутся все остальные, азиатские фондовые рынки, европейские. И вот сегодня мы видим вновь снижение, пара доллар-иен тоже снижается, я об этом говорил и вчера, и также говорил позавчера, что снижение фондового рынка негативно для пары доллар-иена. Текущая котировка по паре доллар-иена 101.55, и на мой взгляд, мы еще можем увидеть некоторые снижения в область второго уровня поддержки, 142 или даже чуть ниже, после чего сможем увидеть определенный спрос на пару доллар-иена. У нас по-прежнему пара доллар-иен торгуется вот в этом диапазоне 182-103 ровно, то есть такой диапазон на 220 небольших пунктов. И поэтому, на мой взгляд, будем снижаться к нижней границе, примерно в область 101 фигуры, плюс-минус там несколько сетков пунктов, после чего будет определенный спрос на пару доллар-иена. Поэтому открываем длинные позиции на снижение котировок. С другой стороны, открывать позиции на продажу я бы сейчас не рекомендовал, потому что неизвестно, сколько мы еще будем снижаться. Возможно, мы еще снизимся немного, 101.42 или даже 101.10, допустим. Возможно, мы снижаться не будем и от текущих уровней пойдем потихонечку наверх. Поэтому, на мой взгляд, наиболее все же эффективно размещать именно позиции на покупку, потому что тренд, он восходящий. И, естественно, участники рынка будут этот тренд отыгрывать восходящий. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы по парам евро-доллар, фунт-доллар, доллар-японская иена. Пока вы пишете свои вопросы, хотелось бы сделать небольшой анонс, на будущей неделе, по традиции, с понедельника по пятницу мы проведем вебинары, ежедневный обзор валютного рынка, где рассматриваем текущую ситуацию на рынке ежедневно в 10.30 по Москве. И также на будущей неделе мы проведем тематический вебинар в четверг, по традиции, в 5 вечера. Тема нашего вебинара. Российский рубль мы рассмотрим. Будет ли черный август для российского рубля. Если посмотреть на историю, то у нас в августе очень много негативных событий происходит для российской валюты. Это и дефолт 98-го года, и финансовый кризис 2008-го начался именно в августе для российской экономики. То вот мы посмотрим, какие же перспективы российского рубля на ближайшее время, на ближайший квартал, и что же у нас будет происходить в августе. Как вы видите, российская валюта ослабляется, и что же нам необходимо ждать от пары евро-рубль, от пары доллар-рубль на ближайшую перспективу. Все эти вопросы мы рассмотрим в четверг, это у нас будет уже 14 августа, в 5 вечера по московскому времени. Уважаемые коллеги, если вопросов нет, большое всем спасибо за внимание, желаю сегодня всем успешной торговли, попутного тренда, и приглашаю вас на наши вебинары, которые мы ежедневно для вас проводим с понедельника по московскому времени. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...